Добрый день, уважаемые слушатели! Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара – ВМС на производственных складах машиностроительных предприятий. Ведущими вебинара выступит куратор проектов логистического направления компании Axelot Емельянов Сергей и я менеджер по работе с ключевыми клиентами Тилова Жамиля. Тема вебинара мы находим достаточно актуальной, что подтверждается растущим спросом на внедрение систем управления складом со стороны предприятий машиностроительной отрасли. О том, какие задачи ставятся перед интегратором с учетом особенностей этой отрасли, какая функциональность потребуется от ВМС системы и каких результатов можно достичь по итогам автоматизации, мы сегодня вам подробно расскажем. Наш доклад будет состоять из нескольких разделов. Сначала коротко расскажем о компании, затем перейдем непосредственно к раскрытию темы вебинара. В завершении я приведу несколько примеров из нашей практики. Расскажу, с какими нюансами мы сталкивались, какие работы были проведены, что самое важное, пожалуй, какие результаты были достигнуты на конкретных проектах. После основного доклада мы ответим на интересующие вас вопросы. Собственно, несколько слов о нашей компании. Компания Xylot существует на рынке с 1998 года. Мы специализируемся на автоматизации различных видов учета, начиная от оперативного, торгового учета, заканчивая автоматизированием бюджетирования, сбора консолидированной отчетности. Помимо автоматизации занимаемся также IT-консалтинговым, логистическим проектированием и так далее. Совместно с компанией 1S мы выпустили ряд программных продуктов. Как видите, первым нашим совместным решением является программа 1S-логистика, о которой сегодня как раз пойдет речь. Компания Xylot успешно реализовала более 150 проектов автоматизации склада в различных отраслях деятельности. Безусловно, в каждой отрасли есть своя специфика, и машиностроение здесь не исключение. Напротив, пожалуй, целый набор особенностей. О том, какие характерные черты присущи таким складам, и как ВМС-система справляется с поставленными задачами, далее расскажет мой коллега Сергей Емелянов. Передаю слово. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Емелянов Сергей, в компании Xylot. Я являюсь куратором проектов по направлению 1S-логистика управления складом. В своей части доклада я расскажу вам о задачах, которые приходится решать при внедрении системы ВМС на производственных складах машиностроительных предприятий и функциональности ВМС-системы, которая используется при внедрении. При выборе функциональности мы исходим из особенностей склада и из существующих на нем проблем. Одной из особенностей складов при производственных предприятиях является большой ассортимент номенклатуры. Этот ассортимент может составлять тысячи и даже десятки тысяч позиций. При этом номенклатура может сильно различаться по своим характеристикам. Одно из таких различий – это весогабаритные характеристики. На подобных складах могут храниться как гайки, так и большие листы металла. Различие весогабаритных характеристик номенклатуры накладывает требования к местам хранения. В качестве мест хранения могут выступать как стеллажные хранения, так и напольные хранения. Также часто используются уличные хранения на открытых площадках. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся на таких складах, как правило, одинаковые. Одна из них – это потери товара на складе, в том числе потери, связанные с пересортицей и с истечением срока годности. Причиной этой проблемы в первую очередь является отсутствие прозрачности учета. Мы знаем, что у нас на складе должна быть какая-то номенклатура в определенном количестве, но не знаем точно где и действительно ли есть и в этом ли количестве. Самое печальное, что узнаем об отсутствии чего-либо слишком поздно. Следующая проблема – это высокая сложность проведения инвентаризации. По сути, для проведения инвентаризации мы должны полностью остановить склад и заняться пересчетом товара. Как правило, этот процесс на складе без использования адресного хранения и системы ВМС проходит в аврально-стрессовом режиме. Учитывая то, что кладовщики, как правило, разделены по своим группам номенклатуры и местам хранения, мы не можем ускорить процесс пересчета одной группы товара за счет привлечения кладовщика из другого склада, так как он не знает номенклатуру другой группы. Этим обуславливается высокая зависимость от персонала. Каждый отвечает за свой участок. Если кто-то заболел, уволился, то решение проблемы по замене не всегда, а правильнее сказать, всегда бывает непростым. Как я уже говорил, задачи, которые перед нами стоят на проектах внедрения ВМС-системы на производственных складах, вытекают из проблем и особенностей этих складов. Первое – это обеспечить прозрачность учета. Мы должны всегда знать, в каком месте склада какой товар лежит, в каком количестве, какой партии этот товар и когда у него истекает срок годности. В случае необходимости у нас должна быть возможность проследить историю движения этого товара на складе, в каких адресах склада он находился и какой сотрудник занимался его перемещением. Внедрение системы ВМС также позволяет достичь ряд оптимизационных показателей. Это и более эффективное использование складских площадей, ресурсов, техники и оборудования. Использование технологии штрих-кодирования и мобильных радиотерминалов, работающих в режиме онлайн, позволяет нам существенно снизить ошибки при выполнении складских операций и сократить время выполнения этих операций, и как следствие снизить затраты на складское хранение в целом. В зависимости от типа предприятия к проекту внедрения ВМС могут выдвигаться дополнительные требования, например, сокращение складских запасов за счет прямого снабжения цехов, минуя цеховые и кладовые. В этом случае реализуются электронные заявки из цехов. Работник цеха заносится в систему данные о потребности в номенклатуре, таким образом формирует заявку на отгрузку со склада, которую сразу после угода в систему сотрудникам цеха склад может начать обрабатывать. В процессе своей работы система накапливает статистику по операциям, которые выполнил в системе каждый работник. Используя эту статистику, можно реализовать систему мотивации, поощрять тех сотрудников, которые укладываются в нормативы выполнения операций и не делают при этом ошибок. С помощью ВМС-системы можно реализовать маркировку товара. Маркировка продукции даже после поступления в производственный цех позволяет понять, в какую дату эта продукция поступила на склад, и когда проходила контроль ОТК. Также для обеспечения наиболее эффективного использования складского пространства могут быть применены различные алгоритмы. Это алгоритмы размещения с использованием АБЦ-анализа, алгоритм отбора и уплотнения склада. Основные функции системы представляют собой операции, которые происходят на складе с применением адресного учета. Это операции маркировки и приемки товара, операции проверка качества, размещение товара, отбор, отгрузка, внутрискладские перемещения, инвентаризация и работа с комплектами. Также система предоставляет дополнительные возможности, часть из которых проведена на данном слайде. Одной из таких возможностей является управление ресурсами в режиме реального времени. Для этого в системе предусмотрен специальный интерфейс, о котором я расскажу далее. Для каждого работника мы можем ограничить доступ к операциям или к зонам склада, используя настройки прав доступа. К системе возможно подключить различные оборудования, которые могут потребоваться для обеспечения технологии работы склада. Это терминалы сбора данных, сканеры, принтеры, в том числе и мобильные принтеры штрих-кода. Система предоставляет возможность просматривать информацию о различных параметрах склада в аналитических отчетах. Это отчеты об остатках товаров, представленных в различных формах, отчеты о заполненности человек на складе, отчеты по анализу работы сотрудников и анализу выполнения заявок из производства. В системе порядка двух десятков отчетов. Также в систему встроен блок интеграции с другими системами, работающими на предприятии. Это может быть учетная система предприятия или бухгалтерия. Я уже говорил о том, что для складов при машиностроительных предприятиях характерны различные виды хранения. И не во всех случаях мы можем применять радиотерминалы сбора данных. Например, контейнер, который стоит на улице, но который также является частью склада, достаточно проблематично обеспечить наличием Wi-Fi-сети. В этом случае мы можем использовать бумажную технологию, то есть когда задания выдаются работнику на бумажном носителе. В этом случае факт выполнения задания подтверждается на рабочем месте на персональном компьютере. Также использование бумажной технологии может быть оправданно на низкоинтенсивных участках склада, особенно если эта часть склада является отдельным помещением или даже зданием. Так или иначе, система поддерживает работу как с использованием одной технологии, так и с другой. Для обеспечения работы системы необходимо организовать адресное хранение. Для этого весь склад нужно поделить на проезды, стеллажи и таким образом получить уникальный адрес для каждого места хранения. Адрес может состоять из различного набора букв, символов и цифр. На данном слайде приведен вариант ячейки, адрес которой формируется из чисел, разделенных дефисом. В данном случае адрес 250233 означает, что ячейка находится в 25-м проезде, во втором стеллаже, на третьем ярусе, в третьем палетном месте. Аналогичные адреса формируются для напольного и уличного хранения. На некоторых складах адресное хранение реализовано без использования ВМС-системы. Это дает определенный эффект порядка на складе, но не решает многих проблем, которые могут быть решены с использованием ВМС-системы. Для каждого товара мы определяем те разрезы учета, по которым мы его будем учитывать на складе. Существуют постоянные разрезы учета, такие как товар, единица хранения, качество и место хранения. Плюс к этому существует возможность подключить учет набора дополнительных характеристик. Например, для товара, по которому нам необходимо обеспечить отгрузку по FIFO, мы можем учитывать дату производства или дату прихода. Для металла, например, можем учитывать номер плавки или номер сертификата. Одной из особенностей производственных складов является так называемый мерный учет. Это относится к тем товарам, учет которых необходимо вести одновременно в двух единицах измерения. Например, это бухты кабеля, учет которых нам нужно вести одновременно в штуках и в метрах, или канистры с краской или другой жидкостью, учет которых нужно вести в литрах, и в штуках. В системе 1С логистика управления складом такой учет реализован. Приемка товара на производственный склад может происходить либо с наличием информации о планированном поступлении, либо без нее. Если информация есть, то приемка выполняется с использованием этой информации для дополнительного контроля. План приемки может быть загружен из учетной системы, либо внесен непосредственно в систему ВМС оператора. Перед приемкой или в процессе приемки может выполняться операция маркировки продукции с выводом на этикетку данных о дополнительных разрезах учета данного товара. Если товар штрихкодирован, приемка выполняется с использованием терминала сбора данных. Если штрихкода на товаре нет, и его маркировка не предполагается, приемка может быть выполнена с использованием бумажной технологии. При использовании терминала сбора данных сканируется штрихкод товара и вводится информация, отсутствующая в штрихкоде, но по которому ведется учет данного товара. Например, дата производства, срок годности или партия производителя. По результатам приемки мы можем провести планфактный анализ, в том случае, если плановой информации есть в системе, и выгрузить данные о факте приемки в учетную систему или в бухгалтерию. Для производственных складов в машиностроительных предприятиях характерно наличие операции проверка качества. Существует продукция, для которой перед передачей в производственный цех необходимо выполнить ряд процедур или тестовых испытаний. При этом тестовые испытания производятся не со всей продукции, а выборочно. И только после успешно пройденного испытания, пробного образца всей партии присваивается в статус, позволяющий передавать эту продукцию в производство. Для реализации этой задачи в системе используется разрез учета качества номенклатуры. Для той номенклатуры, для которой необходима процедура проверки качества, может назначаться значение по умолчанию проверка качества, а после поступления информации из отдела технического контроля с помощью операции изменения качества присваивается новое качество, которое соответствует качеству, которое может быть отгружено в цех. Вместе с данной операцией может выполняться перемаркировка товара, в том случае, если на этикетке содержится информация о качестве. Также качество может отражать статус продукции с точки зрения срока годности. Система может автоматически отслеживать ту продукцию, срок годности которой истекает, и формировать задание или предупреждение для работников склада. Размещение товара может выполняться либо после приемки всей поставки, либо в процессе приемки. При этом задание на размещение может быть сформировано автоматической системой, либо по нажатию кнопки оператора. Адрес размещения может быть выбран системой автоматически, согласно заданным алгоритмам, назначен предварительно вручную оператором, либо выбран кладовщиком или водителем-погрузчиком по своему усмотрению. Алгоритмы размещения задаются индивидуально для каждого элемента номенклатуры. В качестве параметров могут быть использованы области размещения, то есть определенный набор ячеек. При этом может быть использована штатная, внештатная и критические области размещения. В рамках каждой области система анализирует наличие аналогичной или другой продукции в ячейках и возможности размещения к ней, либо размещает в пустые ячейки. При формировании задания на размещение на экран ТСД, либо на бумажный носитель, система анализирует рейтинги ячеек для формирования оптимального маршрута обхода при выполнении задания на размещение. При внедрении системы ВМС может быть реализована возможность использования электронного документа оборота между производственным цехом и складом. В этом случае работники цеха могут носить заявку непосредственно системе ВМС, а работники склада обрабатывать эти заявки к определенному времени, которое указано в этой заявке. После того, как заявка сформирована в системе, есть возможность обработать эту заявку автоматически, либо по нажатию кнопки оператора. В любом случае, в результате работник склада получает задание на экран радиотерминала сбора данных, либо на бумажном носителе. В какой ячейке ему нужно подойти, в каком количестве взять номинклатуру, чтобы удовлетворить потребность заявки. В случае использования технологии штрих-кодирования работнику склада даже не обязательно знать товар. Основная его задача будет ответственно подходить к тем инструкциям, которые ему формирует система. Выбор системы ячейки для отбора товара осуществляется согласно заложенным системам алгоритмам. Для продукции, для которой актуален срок годности, система предложит отобрать товар из того адреса, где срок годности стекает раньше всего. В том случае, если сотрудник склада не может выполнить какое-то из заданий системы, например, в случае, если товар не найден в ячейке, на которой система указывает, он может заблокировать эту ячейку, инициировать задание на инвентаризацию, а сам продолжить отбор другого товара. Операция отгрузки соответствует процессу передачи товара работникам склада, работникам производственного цеха. На каждом предприятии этот процесс может быть построен по-разному. Соответственно, операция отгрузки может выполняться различным образом. Как правило, эта операция на производственных складах выполняется по бумажной технологии. При этом лист отгрузки может являться актом приема передачи от склада производства. В случае реализации выходного контроля отгрузка выполняется с использованием радиотерминала сбора данных и технологии штрих-кодирования. По завершению отгрузки в МС-системы выгружаются данные о факте отгрузки в учетную систему. Операция инвентаризации представляет собой процесс пересчета товара в ячейке. Задание на инвентаризацию может быть сформировано как на одну ячейку, так и на группу ячеек. В качестве этой группы может выступать, например, какой-то стеллаж, проезд или даже весь склад. С использованием в МС-системы проведение операции инвентаризации возможно без остановки работы склада. В момент пересчета товара в ячейке данная ячейка блокируется и недоступна для выполнения и планирования других заданий. По результатам проведенных инвентаризаций может быть подготовлена информация о расхождениях остатков, выявленных на складе, и данная информация в электронном виде может быть выгружена в учетную систему. Еще одной внутрискладской операцией является операция перемещения. В процессе хранения товара на складе нам может потребоваться оптимизация складского пространства. В этом случае с помощью операции перемещения мы можем изменить место хранения товара. Задание на перемещение может быть сформировано предварительно оператором в интерфейсе персонального компьютера и впоследствии выполнено с использованием терминала сбора данных или бумажного носителя. Либо задание на перемещение может быть инициировано непосредственно с терминала сбора данных. В этом случае работник склада самостоятельно принимает решение о том, что, откуда и куда он перемещает. В процессе своей работы система аккумулирует данные о выполняемых операциях. Каждая операция в системе персонифицирована. Перед началом работы кладовщик вводит свой логин и пароль, и таким образом система знает, что с данного терминала операцию выполнил именно этот работник. В случае использования бумажной технологии, данные о работнике, выполнившем задание, заносят оператор. Задание нельзя завершить без внесения данных о работнике, выполнившем конкретные задания. В результате этого мы можем проводить сводный анализ данных по операциям, выполненным каждым из работников, сравнивать показатели друг с другом и нормативы, которые также возможно завести в систему. Для управления оперативной работой склада мы можем использовать интерфейс диспетчеризации заданий терминала сбора данных. Используя данный интерфейс, мы можем просматривать, какие операции ожидают выполнения, какую операцию выполняет каждый из работников склада в данный момент времени, отправить конкретному работнику задание или сообщение. Я передаю свое слово коллеге Тиловой Жамеле, которая вам расскажет о примерах проектов внедрения системы 1С логистик управления складов на складах машиностроительных предприятий. Спасибо, Сергей. Первым примером, о котором я буду рассказывать, является проект автоматизации производственных складов в компании «Метро Вагон Маш». Несколько слов об этой компании. Компания находится в подмосковном городе Матище, занимается производством рельсовых автобусов и вагонов метрополитена. «Метро Вагон Маш» входит в группу «Трансмаш Холдинг». Сам складской комплекс представляет собой склады открытого и закрытого хранения, что в общей сложности составляет порядка 16 складов. Собокупная площадь этих складов составляет 12 тысяч квадратных метров. На складе используются различные виды стеллажного оборудования, фронтальные стеллажи, металлические консольные стеллажи. Но, тем не менее, преимущественно используются напольные хранения. На складах ведется учет более 35 тысяч амиклатурных позиций. Единицы хранения довольно разные. Это штуки, комплекты, метры, погоны метры, килограммы, литры. Склады разделены по типу входного потока. Это склад резины, склад металлопроката, цветного металла, пластика и так далее. Собственно, товар перед тем, как мы начинали проект автоматизации, не был штрихкодирован. Перед нами стояли следующие задачи. Это уменьшение зависимости от персонала, поскольку информация о местонахождении товара находилась в головах сотрудников. И попытки как-то отыскать нужную амиклатуру на складе без присутствия конкретных людей представляло трудности. Помимо этого, необходимо было учесть, что практически на каждом складе присутствует своя модель учета. Также стояла задача сократить временные финансовые затраты на грузообработку, сократить потери от пересортицы, ну и повысить точность отчета. Для того, чтобы систематизировать и автоматизировать процессы, стояла необходимость проведения анализа логистической системы. Как я сказала выше, на складах применялись разные модели учета. Где-то учет по срокам годности, где-то партии, где-то и сроки годности, и партии, и так далее. Предполагалась множественная схема интеграции с корпоративной системой. И поскольку складов достаточно много, планировалось провести поэтапное обучение персоналу. При этом все проекты, склады нужно было запустить без остановки работы. Состав работ по проекту выглядит следующим образом. Были разработаны схемы и алгоритмы автоматизации. Выработаны и подготовлены рекомендации по организации ведения складского учета. Далее мы определили функциональные границы проекта. В рамках этого проекта было автоматизировано 9 мобильных рабочих мест и 6 стационарных. Какие результаты были достигнуты? Собственно, были переоснащены и модернизированы складские мощности. За счет использования системы адресного хранения товар проходит по принципам эффективного использования стеллажного оборудования. Ну, а не исходя из соображений, чтобы потом не потерять, куда бы поближе положить. Трудовые ресурсы были освобождены от холостых пробегов. Тем самым мы в 4 раза увеличили скорость выполнения операции. Был также внедрен процесс маркировки, что позволило снизить требования к персоналу по знанию товара при операциях отбора и отгрузки. Тем самым мы снизили зависимость от персонала. Затем используемые автоматические алгоритмы системы – это планирование размещения, изменение качества при истечении срока годности, планирование отбора. Все это регулирует работу персонала при работе с товаром. Система сама определяет, где что хранить и кому что отгружать. Система адресного хранения снимает необходимость для персонала помнить, где находится тот или иной товар. И повысилась возможность уменьшения численности и ротации персонала. Как следствие, повысилась также точность учета. На сегодняшний день используются две технологии работы. Это бумажная работа, когда задание передается кладовщикам на бумажном носителе. Так и работа с терминалами сбора данных. В следующем разделе расскажу о проекте автоматизации Тверского вагоностроительного завода. Тверской вагоностроительный завод основан в 1898 году. Является основным поставщиком вагонов для РЖД. Поставки от ТВЗ для РЖД составляют более 90%. Общая площадь, занимаемая заводом, порядка 93 гектар. В 2010 году с целью снижения сдержек и роста прибыли стартовала новая производственная система бережливого производства. Собственно, очевидно, что в производственном процессе склад занимает важную роль. И отсутствие автоматизированной системы склада существенно сказывается и на работе смежных подразделений. В связи с чем, также в 2010 году было принято решение о необходимости внедрения системы на четырех складах общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Сам складской комплекс состоит из 44 складов. Общая площадь 52 тысячи квадратных метров. Из них половина – это открытые площадки. В чем были особенности проекта? Собственно, необходимо было внедрить адресное хранение и штрих-кодирование, выработать оптимальные алгоритмы выполнения операции. Также необходимо было проводить контроль срок обгодности, отбор по принципу «первые вошел, первый вышел», также контролировать и автоматически менять качество для просроченного товара. Необходимо было собирать отчеты об оборотах и остатках ТМЦ на складах и собирать информацию для построения системы мотивации для сотрудников. Задачей проекта являлось создание эффективного склада, то есть эффективного использования площадей, эффективного использования трудовых ресурсов, внедрение в МС-системы взамен устаревшей карточной системы учета. О том, какие результаты были проекта в целом, здесь проведено укрепленно. Появилась возможность более эффективного использования складских площадей и оборудования, увеличилась скорость обработки складских операций практически в два раза, появилась возможность отслеживать полный цикл прохождения товара от поступления на склад до передачи в цеха. Также мы достигли более точного учета ТМЦ и могли контролировать остатки на складах в режиме онлайн, что очень важно для производственных подразделений компаний. Также были добавлены возможности работы с качеством товара и учетом сроков годности. Снизилась зависимость от персонала и появилась возможность эффективного использования ресурсов. И если более детально, как мы достигли тех результатов, которые я перечислила чуть выше. Мы выработали оптимальные алгоритмы размещения, отбора и уплотнения. Также используется ABC-анализ, то есть до товара, который отгружается чаще, путь отбора короче. Он размещается в более доступных ярусах стеллажей. За счет использования системы адресного хранения размещение товара происходит по принципам эффективного использования стеллажного оборудования и напольных ячеек. На данном слайде приведены статистические данные о том, как было до, и о том, какие результаты показываются после того, как уже внедрена была система. Как мы видим, процессы отгрузки и выходного контроля в разы увеличились. Но в среднем показатели в два раза практически. Как достигли отслеживания жизненного цикла ПМЦ? Собственно, наличие этикетки и полной информации на ней и в системе о движении товара по складу с момента его прихода позволяет проследить, кто работал с этим товаром, куда он перемещался и так далее. Есть аналитический отчет «История движения по ячейкам», который отражает весь путь товара прохождения по складу. За счет чего удалось повысить точность учета и онлайн-контроль склада, отчеты об остатках товаров в разрезе мест хранения, качество и партии. Были также созданы отчеты о состоянии склада и анализ выполнения заказов. Ну и, безусловно, можно посмотреть остатки и оборота товаров на складе. Появилась возможность автоматической смены качества срока, годности, ну и вообще повреждений каких-то товаров. Если сотрудник подходит к товару, планирует его отобрать и видит, что он некондиционный, в терминале сбора данных он сразу ставит определенный статус, и этот статус передается контролеру склада, который уже принимает решение о том, куда перемещать этот товар, что с ним делать. Ну, собственно, вот таким образом ведется отчет ТМЦ в разрезе качества и проводится отбор по принципу FIFO. Как мы достигли снижения зависимости от персонала? Та маркировка, которая присутствует и на ячейках, и на товаре, она не требует от трудовых ресурсов знания, как выглядит товар, где он находится и так далее. То есть система сама дает подсказки о том, куда пойти, что отобрать, в каком количестве. Автоматические алгоритмы регулируют работу персонала, система сама контролирует и определяет, что где хранить, куда отборжать. Ну, собственно, адресное хранение, как я сказала, не требует знания от сотрудников, куда он был ранее размещен. Контроль работы склада и использование ресурсов. У заказчика появилась возможность получать отчеты о работе персонала и техники. Они могут с легкостью сформировать отчеты и ответить для себя на вопросы, оптимально ли используется численность персонала, оптимально ли используется количество техники. и накопление информации о работе персонала для создания системы мотивации. Ну, собственно, мы пришли к завершению нашего доклада. Первый вопрос. О какой версии мы говорили? Третьей или четвертой? Вот на конкретных складах используется третья версия системы, поскольку внедрение происходило в 2010-2011 годах четвертой версии, и тогда еще не было. У нас следующий вопрос. Какие способы маркировки предлагаются для мелких предметов? Ответит Емельянов Сергей. Что касается маркировки всякой мелочевки, то тут существуют различные подходы. Один из подходов – это наличие этикетки со штрих-кодом в месте хранения. То есть тут еще зависит от того, как организовано хранение подобной продукции. То есть один вариант – это наличие штрих-кода в месте хранения. И в случае, если у нас происходит отбор вот этой мелочевки, мы потом штрих-код дублируем либо с помощью мобильного принтера, который распечатывает этикетки, либо этикетки берутся заранее со стационарного принтера перед выполнением задания. Также иногда используется подход не использовать технологию штрих-кодирования для подобного вида продукции. То есть работа с такими товарами возможна с использованием радиотерминала сбора данных, но подтверждение по работе с данной продукцией осуществляется за счет ввода того же самого артикула. Следующий вопрос – с какими корпоративными системами есть опыт интеграции. Собственно, порядок этих систем очень широк. Безусловно, зачастую мы делаем интеграцию с системами 1С – это, как правило, управление торговлей либо управление производственным предприятием. Также есть опыт интеграции и с системами SAP, Oracle. Но, собственно, все системы, которые готовы, могут выдавать какие-то файлы для обмена, наша система открыта, и сделать интеграцию с этой системой не составляет труда. Вот вопрос еще про учет в нескольких единицах измерения. Я вот его озвучу. Если есть необходимость вести учет одной и той же продукции в килограммах, метрах и штуках, как в этом случае поступить? На самом деле у нас есть опыт учета в более чем двух единицах измерения. Тут на самом деле зависит от того, то есть реализация этой задачи, она связана с тем, насколько вот эти единицы между собой взаимосвязаны. Как правило, вот те единицы, которые уже там больше двух, они взаимосвязаны с какой-то из единиц, то есть килограммы, метры или штуки, то есть какая-то две из этих единиц, они, скорее всего, друг от друга зависят, и в этом случае привязка происходит с помощью коэффициентов. Если нет, то, соответственно, есть возможность ввести и третью единицу, но, соответственно, при операциях с данным товаром нам нужно уже будет подтверждать не две единицы, а три. Вот тут вопрос, точнее делаются наклейки, вот просьба уточнить, что имеется. А, это вопрос, который связан с маркировкой гаечек, да? Ну да, то есть этикетки, они либо приклеиваются к месту хранения, как вариант, но это в случае, если у нас используются статические адреса, либо просто там этикетка прикладывается к этому месту хранения, то есть если гаечки вот эти хранятся там в каких-то контейнерах, или в коробочках, ну, просто вкладываются этикетка или несколько этикеток в эту коробочку. Вопрос, практикуем ли мы наклейки на каждый большой предмет, заготовку, например, каркасы, двери, блоки. Ну, на самом деле, маркироваться может все, что угодно, в принципе, даже мелкая продукция может маркироваться. Все зависит от ее ценности и от необходимости прослеживания данной продукции. Поэтому решение о маркировке, оно принимается, ну, не в первую очередь от размера данной продукции. Следующий вопрос, в чем заключаются отличия методики учета по срокам хранения и по партиям. Ну, на самом деле, тут правильнее говорить не о различиях, а о требованиях, да, которые у нас к учету предъявляются. То есть учитывать на складе в первую очередь нужно то, что нам необходимо контролировать, и второе, то, что мы можем, информацию о чем мы можем получить, ну, непосредственно глядя на товар, да, то есть если мы говорим об учете партии товара, да, на складе, то у нас продукция должна быть соответствующим образом промаркирована, то есть иметь наличие информации о партии, которая принадлежит данный товар, иначе этот учет становится бессмысленным. Я, надеюсь, ответил на ваш вопрос, если нет, то тогда уточните, пожалуйста. Учет, вот уточняющий вопрос, то есть для учета по срокам не является необходимым вести учет по партиям? Нет, не является. Как с помощью системы управлять оптимальным наполнением ячеек, особенно в случаях, когда учет ведется по срокам годности, и когда заранее невозможно предусмотреть, какой остаток может быть в разрезе одной даты производства. Ну, что касается продукции со сроком годности и заполненности ячеек, то достаточно часто практикуется такой подход, что в одной ячейке смешиваются не один товар с разным сроком годности, а разные товары. То есть, таким образом, при отборе вот этого товара мы, то есть, идентифицируем только товар, да, а в сроке годности мы уверены, так как другого срока в данной ячейке не хранится. Соответственно, при таком подходе мы можем обеспечить отсутствие ошибок, связанных со сроком годности, и обеспечить оптимальную наполненность ячеек. Так, вопрос. Это будет отдельная характеристика. Это вопрос связан, то есть, по сроку годности у нас есть несколько разрезов учета, да, то есть, это срок годности, то есть, это отдельный реквизит в регистре остатков товаров. Это партия. Партия – это тоже отдельный реквизит в регистре остатков товара, но партия является справочником, и поэтому может себе содержать еще набор дополнительных каких-то реквизитов. То есть, допустим, партия, она может содержать информацию о дате производства, допустим, или о партии производителя, или какую-то еще дополнительную информацию. Так, еще одно уточнение, как определяется срок годности для товара, который поступает на склад. Ну, этот срок годности, он либо содержится, или должен содержаться на самом товаре, то есть, он может содержаться либо в рамках штрих-кода, либо в виде даты. То есть, соответственно, глядя на эту дату, мы определяем какой-то срок годности и вводим эту дату в систему. Еще один вопрос. Особенности складского учета в производственных колдовых. Ну, вот я когда рассказывал про те задачи, которые перед нами стоят при проектах внедрения на производственных складах, я упомянул о том, что одной из задач такой может являться вообще избавление от наличия цеховых кладовых. То есть, подход, ну, реализует следующий подход. То, что цех производства, он формирует заявку на склад, и склад обеспечивает, ну, как бы не на месяц, допустим, да, а вот то, что нужно под данную партию производства. И склад обеспечивает вот это количество. Такой подход, в частности, на ТВЗ, позволил избавиться от, ну, достаточно большого количества вот этих дополнительных площадей и залежей продукции. А что касается учета непосредственно в цеховых кладовых, ну, в принципе, там лежит такой же товар, но, как правило, вот учет с помощью ВМС-системы там не всегда оказывается эффективным. Вопрос про CC-код. Возможно ли использование? Ну, мы его рассматриваем как, как бы, дополнительный разрез учета. Ну, и, соответственно, в случае необходимости, да, мы можем включить этот разрез и его использовать. Вопрос был по поводу электронной почты. Еще раз сообщу. О.М. Ольга Михаил. Собачка.акселот.ру Да, вот на этот адрес можете высылать вопросы. Коллеги, позвольте вас поблагодарить за участие в сегодняшнем вебинаре. Вопросы, похоже, иссякли. Если у вас все-таки что-то осталось, вы можете нам написать на электронную почту. Обязательно ответим. Собственно, спасибо вам за время. Надеемся, что презентация, вебинары, ответы на вопросы были для вас информативными и полезными. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...